И сейчас у нас в студии гость, генеральный директор Багучанской ГЭС Всеволод Демченко. Здравствуйте, Всеволод Владимирович. Добрый день. Багучанской ГЭС 5 лет. Что для вас значат эти годы? Ну, это дата такая достаточно серьезная, если учесть то, что предприятие Багучанской ГЭС это достаточно такой долгий долгострой советского периода, да. И за эти 5 лет пришлось много переделать, переформатировать со строительного периода, со строительных времен, ввиду того, что гидростроители это не всегда энергетики. Надо было сформировать новый коллектив со старыми строителями. Там кто отработал, кто-то уехал, кто-то остался, кого-то мы взяли себе на работу. И необходима была часть персонала все-таки перевозить с других станций, с других объектов для пуска, для эксплуатации дальнейшей данной станции. Были со стороны инвесторов Багучанской ГЭС, со стороны Пауэрус Гидро и УК Русал принято решение о закупе жилья, приобреталось жилье, порядка 200 квартир, и мы привозили специалистов с других объектов. Вот за эти 5 лет необходимо было адаптироваться, привыкнуть, сформировать абсолютно новый состав коллектива, новый коллектив полностью. И вот за эти 5 лет, я думаю, что у нас все получилось. Основной показатель все-таки это текучесть кадров, и она у нас отсутствует. Но все-таки, кроме того, что у вас нет текучести кадров, чего еще удалось добиться за это время, и какие ваши достижения, может быть, по достоинству оценены даже не здесь, а вообще и на российском уровне? Да, ну это то, что казалось внутренне, а, конечно, есть и технические достижения. Если взять так же, просто более так лично, мы, в общем-то, и станцию доводим до нормального, как говорится, эксплуатационного уровня, это не так просто. Видите ли, там монтируются разными организациями оборудования. Оборудования абсолютно разные, разного производителя, разного состава, технологической сложности. И все это для того, чтобы в комплексе начало работать, есть периодические сбои. И в течение 5 лет мы эти сбои ликвидируем и доводим до нормального уровня. За это время мы успели 3 раза занять первое место в рейтинге Совета рынка, гидрогенирующее оборудование, эффективность на рынке. Там участвуют порядка 79 энергокомпаний и достаточно сложный отбор такой, непредвзятая абсолютная оценка. И мы вот по результатам 2016 года первое место заняли, по результатам второго квартала также заняли первое место. Соответственно, я считаю, это достаточно сильные показатели. Ну и такой, как подарок нам, самим себе, не знаю, инвесторам, населению, людям, это 50-50 миллиардов киловатт в час, выработанные в августе месяце. Тоже можно с этим поздравить. А что вот Багучанская гидроэлектростанция значит для все-таки жителей региона, для развития края, то есть чтобы было понятно вот каждому зрителю нашему, да, простому зрителю, что же это такое за объект? И вот он, условно говоря, лампочку когда включает, то это? Ну, помимо того, что это все-таки был первым объектом программы комплексного развития Нижнего при Ангаре, запущенном тогда еще далеко, в 2005 году, и сейчас это все случилось, реализовалось, для края это новый толчок для развития, можно заниматься строительством, развитием промышленных предприятий, потому что понятно, что все предприятия энергоемкие, не так все просто, и тянуть туда линии для энергоснабжения или строить свои какие-то станции, это не совсем экономически выгодно, есть более дешевая энергия, энергия гидростанции, которая наша была построена. Также это рабочие места для жителей города самого, для жителей края, потому что у нас есть кадровые программы, мы все-таки привлекаем, работаем и с федеральным университетом сибирскими, и с другими высшими учебными заведениями. Также это понятно, самоуснабжение электрической энергии, это просто в частности для города Кодинск, раньше были распространены часто блок-ауты, отключения электрической энергии, ввиду того, что снабжение производилось по временным линиям, с братской ГЭС, это были линии на деревянных опорах, и во время пожаров, соответственно, они уничтожались. Часть каких-то опор приходила из негодности, они сгорали, и прекращалась подача электрической энергии. Сейчас это ушло в прошлое, и вот уже пять лет не было ни одного отключения, что, собственно, тоже достаточно заметно. И в плане налоговых вычетов мы вот буквально за полгода оплатили порядка 2,9 миллиарда рублей, из них порядка 600 миллионов, 700 уйдет в бюджет края. Все-таки вы уже не раз, отвечая на вопросы, возвращались именно к коллективу, первое, что сказали, это о том, что две сотни квартир купили для тех людей, которые приехали работать. Значит, в общем, главное достоинство — это коллектив, правильно? Вот за эти пять лет то, чем действительно стоит гордиться. Вот для этого коллектива эти пять лет как прошли, кроме новоселов, 200 человек, которые приехали к вам из других районов, регионов? Ну, для коллектива это всегда интересно, объект новый, понимаете, там все-таки люди приезжали, кто-то вот расширял кругозорство, кто уже работал на каких-то станциях достаточно давно, которые были запущены лет 40-50 назад. Это очень серьезное дело, в советское время это просто было очень таким знаковым. И люди, кто запускал станцию, это были на вес золота, ввиду того, что они достаточно высокой квалификации. Не все так просто, ничего нет, ни одной инструкции, там есть только заводские. Как все это должно заработать, знаем только мы. Несколько человек, эксплуатационников, там, собственно, и запускали мы ее, несколько инженеров просто собрались там и начали эти пусковые операции. Вы-то говорите, мы, вы тоже в числе этих инженеров? Ну, я руководил пусками, да, всех агрегатов, поэтому я был главным инженером. Вот, и это очень интересно. Потом подготовили много молодых специалистов и ребят, потому что, например, персонал станции, который управляет, именно управляет самым оборудованием станции, это такой называемый оперативный персонал. Руководители смен, то есть несколько смен разве это, руководители были приглашены с других объектов, с действующих, и они были уже начальниками смен, ну, для того, чтобы не иметь никаких рисков. А вот чуть ниже профессии, машинист, гидроагрегатов, там, дежурный, электромонтер, эти, это просто ребята с институтов брали, средняя оценка по диплому пятерка, брали с красноярских вузов ребят, обучали, смотрели, и вот они сейчас уже поднялись, они достаточно такие очень опытные специалисты, и уже где-то меня получают там. Я думаю, что для самого персонала это достаточно серьезный толчок в развитии. Таких объектов очень мало, и в наше время это просто гордость, что есть такая возможность, поработанный на таком объекте, и вообще он запустился, есть такая возможность. Уникальный опыт, в принципе, да? Да, уникальный, уникальный шок. Кроме 200 квартир, которые, просто квартирный вопрос он у нас всех испортил, поэтому вы сказали про квартиры, я теперь не раз этот факт уже вспоминаю. Какие-то еще социальные программы для коллектива действуют? Да, конечно, у нас есть, сейчас много уже и традиций своих появилось. Раньше, когда люди приезжали, конечно, кто-то говорил, вот у нас на той станции, у нас на этой станции, сейчас это все ушло в прошлое, все говорят, у нас на Багучанской. Мы взаимодействуем там, очень развиты спортивные мероприятия, взаимодействуем сами для себя, как бы организовали с Багучанским миллионным заводом, некоторые такие у нас состязательные мероприятия есть, мы состязываемся там в КВНах, ну, знаете, клуб, да, есть состязания по футболу, соответственно, выезжаем они к нам, мы ездим к ним. Вот внутри города происходят мероприятия спортивного характера, есть также культурно-массовые мероприятия, такие как «А ну-ка, девушки», там шоу «Два голоса», я уж не помню, как это называется. Вот, в общем, достаточно коллектив вовлечен, занят, и люди молодые, средний возраст на станции работников 41 год, поэтому надо как-то нам воздействовать, энергии очень много, надо куда-то ее девать, организуем походы какие-то, культурно-массовые мероприятия, то есть не стоим на месте. Вы сами в этом во всем участвуете? Ну, практически, да, в основной части, да, когда не занят, там, не на выезде. В походы ходите? Ну, бывает, в походы ходят. Хорошо, пять лет, я, конечно же, поздравляю вас с этой небольшой, но датой, и все-таки для крупной компании это немного. Планы какие? Чего хотите достичь? Перспективы? Да, планы, правильно вы сказали, немного, пять лет, но так как у ребенка, знаете, пять лет, все как раз закладывается. Вот заложилось основное, я думаю, что в дальнейшем эта работа будет еще только лучше, и, как говорится, безаварийно продолжаться. В планах у нас сейчас достройка Багучанского алюминиевого завода, в зависимости от решения будет, будет он достроен, нет, но в любом случае это основной наш потребитель, и строительство Тайшетского алюминиевого завода, это тоже такое знаковое событие, когда он будет запущен, у нас практически там порядка 80% энергии будут разбирать именно эти заводы. Остальное все будет уходить в энергосистему Сибири, ну и повышать, повышать уровень работы самой станции, значит, безопасность работы, повышать безопасность выработки электрической энергии. Строительство моста, вот замечательный момент сейчас к концу года, все-таки планируем закончить, это такой социальный объект, который перешел в нагрузку к нам, инвесторы приняли решение, что, наверное, все-таки строить его надо, хотя для станции это не совсем такое, скажем так, встраиваемое такое сооружение, но тем не менее для жителей это очень знаково. Социальная ответственность, да. Мост достраивается, и вот сейчас практически уложен асфальт уже везде, и вопрос так не запустить, ввиду того, что надо достроить другие объекты. У нас есть такой последний этап строительства, восьмой, и как мы, там ходит комплексная система безопасности, и некоторые объекты благоустроятся. Как это все будет готово, я думаю, это конец октября, мы пойдем в Ростехнадзор, Ростехнадзор выйдет с проверкой и будет выдавать заключение соответствия, мы на это надеемся. Это будет, наверное, ноябрь-декабрь. И, в общем, в конце года в планах у нас запустить мост для движения, для сообщения право-лево-берега реки Ангара. Ну что же, спасибо вам всем, Владимир, за то, что пришли, рассказали о своем предприятии, гостям новостей Афонтова. Я напомню, был генеральный директор Багучанской ГЭС Всеволод Демченко. С гостями я прощаюсь, а программу продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok